Остальные погорельцы временно возразместились у родственников. Причины возгорания будут выясняться. Сегодня на место происшествия вылетели специалисты. Прихожане Богоевленского собора во главе с епископом Наринмарским и Мизинскимяковым совершили крестный поход в Пустозерск. Традиционно летом паломники со всей России, а иногда и за рубежа, на катерах прибывают на место первого города Заполярья. Верующих сопровождала наша съемочная группа. Там, где сейчас летают вертолеты и ездят снегоходы, когда-то человек пробивал себе путь упорством, мужеством и иконой. Пустозерск, первый русский город за Полярным кругом, принимает гостей. Крестный поход во главе с епископом Наринмарским и Мизинским Иаковым приурочен ко дню Пресвятой Богородицы Владимирской. Верующих сопровождает икона, связанная с событиями, столь же древними, как сам Пустозерск. Чудесным образом Матерь Божия своим заступничеством спасла. Отечество наше и Ахмат с бесчисленным воинством бежал, с берегов Угры, устрашившись даже сделать первый шаг к битве. Для того, чтобы доставить всех желающих принять участие в молебне, понадобился десяток катеров. Не смутила верующих даже прохладная погода с ледяным ветром на печуре. Среди собравшихся взрослые дети, работники администрации, полицейские и казаки. Замдиректора Пустозерского музея Елена Елисеева рассказывает об истории города. Вот крест стоит. Вот это как раз место, где находился старый склад. И вот так и называли старый склад. И это место, где был печал, куда печаливали корабли, в том числе и морские, в том числе и иностранные. Епископ Наринмарский Мизинский Иаков отметил, что крестный поход в первый русский город совершается епархией не в первый раз. Для участников это нечто большее, чем возможность прикоснуться к истории и культуре. У нас есть замечательное время. Летний крестный поход и зимний крестный поход. И очень многие люди, вот сегодня приехали из Петербурга, из Москвы, из Тулы, становятся в этот строй родителей и созидателей России. Крестные походы в Пустозерск – это часть проекта «Русская Арктика». Традиционно они проводятся весной, когда спадают морозы, и летом, привлекая к Пустозерску внимание не только паломников, но и туристов.